Всем-всем привет, с вами Клеопатра! В этом видео я посоветую лучшие армии для фарма на всех таунхоллах Clash of Clans. А под прошлым выпуском вы собрали более чем 2000 лайков. Огромное спасибо, давайте под этим роликом соберем столько же, чтобы каждый Clashor точно посмотрел этот выпуск. В этом видео мы с вами поговорим про миксы для фарма, начиная со второго таунхолла и заканчивая четырнадцатым. На второй ратуши все предельно просто. Это варвары и лучницы примерно в одинаковом соотношении. Варваров нужно выпускать вперед, они берут на себя урон, а лучницы за их спинами наносят урон уже по самой базе соперника. Войска можно выпускать по кругу, либо оцепливать базу в полукруг, либо вообще точечно на какие-то конкретные строения. Начиная с третьего таунхолла появляется возможность варить гигантов. И это очень большой плюс для фарма, потому что гиганты это хороший танк, при этом стоят они относительно недорого. Поэтому на третьем таунхолле один из лучших миксов для фарма выглядит следующим образом. Это гиганты, бомберы для того, чтобы открыть забор и те же самые варвары и лучницы, которые мы использовали на втором таунхолле. Сначала вы выпускаете гигантов, с помощью бомберов открываете для них забор, и варвары с лучницами действуют так же, как и на второй ратуши. Либо точечно на конкретное строение, либо же берут базу в полукруг и идут уже за гигантами. Таким образом, гиганты берут на себя весь урон, а у варваров остается больше возможности, чтобы снести базу. На четвертом таунхолле, помимо увеличения мест в лагерях, мы добавляем в состав своей армии гоблинов. Это очень хороший юнит для фарма ресурсов, потому что гоблины ориентированы именно на сборщики и на хранилище ресурсов. Поэтому их лучше приберечь до конца атаки и выпускать точечно на конкретное строение, откуда вы будете вытаскивать ресурсы. Все остальное остается точно таким же, немного увеличиваются пропорции, потому что у нас стало больше мест. Но в целом каркас армии очень похож на третий таунхолл, поэтому тем, кто перешел на ТХ4, будет все еще комфортно фармить таким миксом. К пятому таунхоллу появляется возможность взять в состав армии магов, а также у нас открываются заклинания, поэтому берем с собой молнии и кидаем их на неприятные строения дефа, которые наносят максимальный урон и нам они очень сильно мешают. А вы с магами будьте аккуратны, потому что у них хороший урон, но слабое здоровье, поэтому их нужно сажать сзади гигантов и чем дольше они живут, тем больше урона вы сможете нанести по базе соперника. На шестом таунхолле появляется возможность взять не только исцеляющее заклинание, что мы делаем, меняя молнии на хил, но и также целительниц в состав своей армии. Они должны подхиливать гигантов и не давать им умирать, то есть гиганты у вас должны жить на протяжении всей атаки, а все остальные варвары, лучницы, бомберы уже уничтожают базу, прячась за спиной гигантов. Плюс такой армии заключается не только в том, что она дешевая, но и в том, что вы будете на каждом таунхолле понимать, что нужно делать, добавляя новых юнитов в состав, потому что весь каркас строится на третьем тх, и уже начиная с третьего таунхола вы понимаете, как работает такая армия, и просто ее апгрейдите от ратуши к ратуши. На седьмом таунхолле открывается возможность добавить заклинание рейджа в состав своей армии, именно это мы и делаем, и теперь у нас есть один хил и две ярости. Рейдж кидаем на гигантов и стараемся засыпить хилок вместе с какой-то мелочью, которая есть рядом. Если вы фармите с королем, который открывается на тх7, то направляем его вместе с гигантами, но и без героя этот микс рабочий. Начиная с восьмого таунхола, я буду показывать сразу несколько армий для фарма, а вы уж выбирайте, что вам больше подходит. Итак, первый вариант, который тянется с третьей ратуши, это снова видоизмененный микс гиганты с хилками, с мелочью, и здесь добавляются шарики. Шары можно кидать на наземной странице дефа, например, пушки или мортиры, которые стоят где-то с краешку. Второй вариант это чистые шары вместе с мелочью на добив, либо же на захват ресурсов. Шары под рейджами летят в центр, и мелочь за ними все подчищает. И, наконец, третий вариант, это драконы под рейджем. Эта армия очень дорогая по эликсиру, но зато эффективная по дарку. Но главное, что все эти армии не зависят от клановой крепости. Если у вас не будет подкрепления, то вы все равно сможете эффективно фармить. Ведь найти клан, где постоянно дают подкреп на фарм, не так уж и легко после удаления глобала. Поэтому хочу вам посоветовать присоединиться к телеграм-каналу Евгнев глобальный чат, где можно не только прорекламировать свой клан и набрать игроков, но и найти подходящий для себя коллектив. Создатели канала уже вовсю работают над подключением ботов, чтобы этот чат ни в чем не уступал удаленному глобалу в клэше. Чат растет каждый день, и, может быть, именно ваше присутствие поможет ему развиваться быстрее. Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании. Присоединяйтесь и приятно проводите время в старом добром глобале. На девятой ратуши появляется много новых юнитов, и поэтому миксы для фарма тоже становятся более разнообразными. Первый вариант все еще те же самые гиганты, только в состав мы добавляем два джампа для того, чтобы гиганты могли пропрыгать во внутрь базы и там спокойненько все расчистить. Второй вариант для фарма это мини-дракончики плюс молнии. Молниями уничтожаем ПВО, и мини-дракончики могут все зачистить. Неважно, находятся ресурсы внутри базы, либо же снаружи. И так, и так они будут эффективны. И третий вариант, такой самый жесткий и самый затратный, даже по дарку, это лавы плюс шары. Но зато этот вариант очень эффективный, и с ним практически невозможно слить кубки. К десятому туин-холлу открывается очень важный юнит. Это шахтер, который является королем фарма на этой ратуши. Поэтому, конечно же, я рекомендую прежде всего использовать микс с шахтерами. Это 40 шахтеров, 5 хилов и яд, чтобы убить клановую крепость, либо надоедливых скелетиков. Второй микс для фарма это мини-дракончики с молниями. Остается эта армия актуальна еще с девятой ратуши. И третий вариант это видоизмененный лавалун, потому что в составе уже не две лавы, а три. И также есть фризы, которыми нужно покрывать инферно. Все остальное по сути микса остается таким же, как и было на девятом туин-холле. А вот начиная с одиннадцатого туин-хола, миксы для фарма не будут меняться вообще, потому что именно с этой ратуши у вас появляется возможность использовать супер юнитов, а именно супер варваров и супер гоблинов. Эти два юнита, на мой взгляд, являются самыми эффективными в плане фарма, потому что вы фармите ими быстро, вы фармите ими много и при этом не затратно по стоимости самой армии. Кроме того, вам не обязательно даже использовать заклинания. Джампы около супер гоблинов помогут вам пробраться вовнутрь базы, но часто они вообще не нужны, потому что многие ресурсы можно забрать и так, благодаря способности у супер гоблинов. И если вы не берете заклинания, то армия стоит порядка 70-80 тысяч эликсира, что очень дешево. На двенадцатом, тринадцатом и четырнадцатом туин-холле суть остается такой же, меняется только количество юнитов в лагерях. Еще одним преимуществом является то, что вам не обязательно тратить всех юнитов для атаки. Вы можете использовать только половинку от состава своей армии, а вторую часть оставить на следующую атаку, чего вы не сделаете с другой армией, к примеру, с гигантами, либо же славами или шарами. Там приходится всегда доваривать целую армию. Здесь у вас постоянно непрерывный конвейер из одних и тех же юнитов, которые вы используете в том количестве, которое нужно на конкретную атаку. В отдельных выпусках я проводила сравнение между супер-гоблинами и супер-варварами, какими войсками лучше фармить, где больше ресурсов. И пришла к выводу, что приблизительно одинаковое количество ресов накапливается как с одной армией, так и с другой. Но на мой взгляд, самым эффективным использованием является чередование. Сначала вы три дня фармите гоблинами, потом три дня фармите варварами. Таким образом, вы не будете сильно подниматься покупкам и сильно спускаться вниз тоже. Напишите в комментариях, какими миксами и на какой ратуши фармите вы. Ну а я хочу поблагодарить спонсоров канала. Александр Легендарный, Дэм Лакомка, Дэм Джампер ТВ, Андрей Самойлов, Гейм Айк, Соник Брау Старс, Нонейм и Икс Нодекс. А если ты хочешь получить множество классных бонусов, то нажимай на кнопку спонсировать на моем канале и выбирай нужный тебе уровень. Уникальные эмодзи и значки будут выделять тебя в комментариях. Общий чат спонсоров, где можно пообщаться со мной, доступ к эксклюзивному контенту, который не публикуется на канале, след в истории моего канала и уникальные разговорные видео со мной. Все это можно получить, оформив спонсорскую подписку на мой канал. Я буду рада видеть тебя в элитном зеленом отряде Клеопатра. А клэшерами дня сегодня становятся авторы этих комментариев. Если хочешь также попасть в мой следующий выпуск, то прямо сейчас, оставляя интересный или забавный коммент под этим роликом, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и прожать колокольчик, чтоб не пропустить следующий выпуск. Ну а я желаю тебе удачи и пока-пока!